Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Диана Станкевич. Смотрите сейчас. Прибычное русло. Ни один из онкологических пациентов, которые находились в стационаре, не заболел коронавирусной инфекцией. Онкодиспансер вернулся к прежнему режиму работы. Как справилась клиника? ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний. Медтехнику к нам допоставят в августе месяце, и мы приступим к работе. В Бобруйске откроется новая лаборатория. Какие там ноу-хау? История спасения. На пожаре чуть не погибла семья. Уничтожено 30 квадратных метров кровли. Что предотвратило беду? Свежий ремонт, новая мебель. В учреждениях образования приняты меры по обновлению материно-технической базы. Вторую гимназию проверили на готовность к учебному году. Прошло ли учреждение образования проверку. А также состав наблюдателей, обновленная площадка и тучи облака. Куда уходит лето? Синоптики шокировали прогнозом. В стране выздоровели и уже находятся дома свыше 59 тысяч пациентов, которые успешно побороли коронавирус. Зарегистрировано 66 521 человек с подтвержденным COVID-19. Врачи провели почти 1 миллион 210 тысяч тестов. Такие цифры приводит Минздрав. Стабильное снижение количества заболевших COVID-19 наблюдается во всех регионах. Об этом сообщили в Минздраве. По словам главы ведомства, ситуация управляемая. Во всех регионах отслеживается стабильное снижение количества заболевших по всей стране уже несколько недель. В регионах, которые позже входили в эпид-процесс, цифры чуть выше, чем в других. Во время пандемии белорусское государство доказало свою социальную ориентированность. Такое мнение в эфире Первого национального канала Белорусского радио высказал председатель ассоциации врачей, главный врач Первой городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов. По его словам, мировой опыт подтверждает, что одна из лучших стратегий борьбы с коронавирусной инфекцией была разработана в Синеокой. По его словам, государство взяло на себя лечение не только больных пациентов, но и контактов первого уровня. Как Бобруйск справлялся с коронавирусом или 28 суток на страже здоровья горожан? Подробности в эксклюзивном репортаже Мария Бушкевич из онкодиспансера. Именно Бобруйский онкодиспансер стоял на страже борьбы с COVID-19. Первого пациента с коронавирусом лечебница приняла 5 июня. Было перепрофилировано 4 отделения, а это 126 коек. Вся подготовка заняла полтора месяца. Персонал прошел удаленное обучение на базе Белмапо. Каждый сдал экзамен. Спланировали все до мелочей. Были разделены потоки персонала, которые оказывают помощь ковидным пациентам. Они приходили на работу на полчаса раньше и в одну дверь. А те, которые оказывали помощь онкологическим пациентам, на полчаса позже и в другую дверь. Мы даже продумали логистику транспортных потоков на территории, дабы максимально разделить эти потоки. Ни один из онкологических пациентов, которые находились в стационаре, не заболел коронавирусной инфекцией. Но мы считаем это достижением. Зоны традиционно поделили на чистые и грязные. Были оборудованы шлюзы для перехода из одной в другую. 40 койко-мест сохранили для оказания помощи онкопациентам. Здесь по-прежнему проводили лучевую и химиотерапию. Хирургических пациентов направляли в Могилев. Прием же пациентов с COVID-19 проходил четко по инструкции. Скорая помощь привезла, порог переступил. Пациента встретили тут же. Оценили у него количество кислорода в крови, сатурацию. Оценили его общее состояние, количество дыханий, в каком он состоянии. Тут же выполнена компьютерная томография органов грудной клетки. И если у него есть пневмония на КТ, он госпитализирован на койку. Святая святых, сердце диагностики, кабинет компьютерной томографии. Больной ложится на кушетку, заезжает вовнутрь, после чего сканируется заданный участок тела. Помимо этого, год назад здесь появился новый аппарат МРТ мощностью в полторы Теслы, а еще современный маммограф. Все пациенты с подозрением на COVID проходили исследования на компьютерном томографе. Снимки были готовы мгновенно. Например, на этом файле из архива отчетливо видны пораженные легкие. Изменения по принципу матового стекла. Медики признались, этого пациента удалось спасти. Персонала в больнице 319 человек. Около 200 из них были брошены на борьбу с вирусом. Работа не прекращалась даже ночью. Ровно через 28 суток отсюда был выписан последний пациент. Работа диагностического отделения была организована круглосуточно. Все врачи, лаборанты, младший медперсонал тоже работал круглосуточно. У нас все получилось, скажем так, очень дружно, командно. Буквально за пару часов мы организовались, определили график работы, режим работы. Кто был в отпускной компании, все безоговорочно согласились выйти работать. Несколько дней ушло на обработку, и вот уже 6 июля диспансер вошел в привычный ритм работы. Все процедуры по дезинфекции помещений осуществлялись под контролем Центра гигиены и эпидемиологии. Сейчас здесь продолжают соблюдать меры профилактики коронавируса. Если сравнивать количество случаев заболеваний этими пневмониями и коронавирусной инфекцией с маем, с июнем месяцем, то в июле мы наблюдаем серьезное существенное снижение. Пока для того, чтобы и сохранить это снижение, нам необходимо масочный режим оставлять. Слова благодарности бобруйским медикам слышны отовсюду. Герои в белых халатах, так можно назвать санитаров и медсестер, диагностов и терапевтов. Всех, кто боролся за сохранение здоровья горожан. Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Число наблюдателей на избирательных участках уменьшат. Такое постановление приняли на заседании Центра избиркома. Предложение выдвинула Лидия Ермошина. В основной день голосования количество наблюдателей сократят до пяти, во время досрочного – до трех. При этом аккредитация наблюдателей не прекращается, аргументировала руководитель ЦИК. Изменения не распространяются на международных наблюдателей, доверенных лиц кандидатов, президентов, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, депутатов местных советов, зарегистрированных СМИ. Они могут наблюдать в соответствии со своим статусом. Журналисты на участках для голосования присутствовать могут. По данным на 21 июля, ЦИК аккредитовал 29 международных наблюдателей на президентских выборах от Исполнительного комитета СНГ. Тем временем Минздрав разработал рекомендации при проведении голосования для предотвращения распространения респираторных инфекций, в том числе и COVID-19. В список вошли социальное дистанцирование при расстановке столов и стульев членов участковых комиссий, мест для наблюдателей, а также между избирателями. Интервал не меньше одного метра. Соблюдение правил безопасности, обновленная материально-техническая база, свежий ремонт. Сегодня специальная комиссия проверила готовность второй гимназии к новому учебному году. Анастасия Пахлёстова прошлась по обновлённым кабинетам. Красота и чистота. Сегодня коллектив второй гимназии встречал межведомственную комиссию во главе с начальником управления по образованию горисполкома. У каждого проверяющего из МЧС, Санслужбы и Наргонадзора своя миссия. Внимание обращают буквально на всё. Размер окон, высоту мебели, уровень освещения и доступ к выходам. Была проверена уличная дорожная сеть вблизи учреждений образования, а также наличие профилактических материалов для работы с учащимися. Методические рекомендации какие-то даны были, что-то было устранено, так как было дано раньше. Директор второй гимназии Ирина Каранкевич проводит экскурсию. Предмет особой гордости – новый кабинет английского. Вторая гимназия славится высоким уровнем изучения языка. Теперь у детей и учителей появился красивый современный класс. Сюда закупили мультиборд для интерактивных уроков, яркие стенды и стильную мебель. Выполняли работы за счет благотворительной помощи родителей. В этом году мы поменяли фойе первого этажа, всю канализацию, сантехническое оборудование. В фойе второго этажа сделали новые потолки, обновили окна и жалюзи. Во всех помещениях провели косметический ремонт, освежили краску на стенах, сделали полы. В классах оформили учебные материалы. Новинки появились и в спортивном зале – мячи и обручи. В этом году вторая гимназия наберет четыре первых класса. Первый день 12-го числа, как начался прием документов, уже практически пришли все наши родители, будущих первоклассников. Идут, хорошо идут. Сегодня уже больше ста человек. По мнению комиссии, учреждения образования хорошо подготовились к возвращению детей в учебные классы. В преддверии нового 2020-2021 учебного года в учреждениях образования приняты меры по обновлению материно-технической базы учреждений, в том числе пищеблоков, спортивных объектов. Во всех школах, гимназиях нашего города, учреждениях дошкольного образования проведен косметический ремонт учебных кабинетов. Уже до 1 августа все школы и садики получат паспорта готовности. Что еще нового появится в учреждениях образования к предстоящему учебному сезону, смотрите в итогах недели в воскресенье. Анастасия Пахлёстова, Максим Галеонко, Бобруйск-360. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив? Корреспонденты Бобруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В Центре гигиены и эпидемиологии откроют лабораторию. В ней будут заниматься ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний. Средство выделил Могилевский облсполком. Исследования будут проводить главным образом на COVID-19. Похожие лаборатории есть в областных центрах и Минске. Главный санитарный врач Бобруйска отметил, открытие повлияет на оперативность результата и улучшит транспортную логистику. Дмитрий Лайтер подчеркнул, сам процесс исследования довольно сложный. От момента забора до результата будет проходить не менее трех часов. У нас уже врачи и средний медицинский персонал уже готовятся к работе. Уже выполнен ремонт необходимой обмещения. Остаются мелкие недочеты устранить. И практически все оборудование уже поставлено. То есть остается несколько единиц оборудования, которое медтехника к нам допоставит в августе месяце. И мы приступим к работе. В Бобруйском районе удалось избежать трагедии благодаря пожарному извещателю. Автономный спасатель сработал в одном из домов в Туголице. Звуковая сирена помогла спасти пятерых человек до приезда подразделений МЧС. Трое из них – дети. 22 июля. Туголица. На часах 4.29. Горит дом. На пульт спасателей поступает экстренный вызов. Внутри, как позже выяснится, находятся пять человек. Трое из них – дети. Пронзительный звук разбудил отца семейства. Тот не стал медлить – вывел детей на улицу. С помощью поливочного шланга сам принялся тушить пожар. Но все тщетно. Приезду спасателей по стройку окутал густой столб дыма. Языки пламени из окон вырывались на улицу. Деревянные стены дома обуглились. Окна не выдержали высокой температуры и лопнули. Осколки стекла лежат по всему двору. По периметру постройки – прожженная земля. На восстановление жилища у семьи уйдет кругленькая сумма. В результате пожара огнем уничтожено 30 квадратных метров кровли. Повреждена кровля по всей площади и имущество в доме. Сейчас специалисты устанавливают причину ЧП. И напоминают – автономные пожарные извещатели. Это первые помощники при пожаре. Самое главное условие – содержать спасатели на батарейках в рабочем состоянии. Максим Кембель, Максим Галеонко. Бобруйск. 360. Отдых в Армении, киловатты из Украины и наше мороженое в Китае. В Поднебесной стартовали продажи белорусского десерта. Далее – обзор самых обсуждаемых заголовков дня. Беларусь возобновила импорт электроэнергии из Украины. Объем в 12 тысяч мегаватт в час прибудет в период с 22 по 31 июля. Импорт электроэнергии стоял на паузе с 1 октября 2014-го. Это объяснялось дефицитом электроэнергии для внутренних нужд Украины. Белавия с 30 июля возобновляет полеты в Армению. Рейс «Минск-Ереван-Минск» будет выполняться ежедневно. Также в авиакомпании напомнили, что в Армении действуют ограничения по въезду. Перед покупкой билета следует уточнять условия у компетентных органов. Ограничения на посещение лесов действуют в 24 районах Беларуси. Зеленые зоны закрыты в Минской, Гродницкой и Комельской областях. Интерактивная карта размещена на сайте Минвесхоза. В ведомстве напомнили, главная цель запретов – обеспечить безопасность жителей и сохранность природы. В Поднебесной стартовали продажи белорусского мороженого. Это результат работы дипломатов с китайскими импортерами. На прошлогоднем празднике прохладительного лакомства наш продукт достойно оценили на вкус. Сразу девять местных компаний заключили договоры с поставщиками и с синёкой. В БГУ планируют принять 5128 студентов. Из них 2140 на дневную бюджетную форму, 1905 на платную, 686 на заочную. Доля естественно научных специальностей в плане приема составляет 67%. Социально-экономических и гуманитарных специальностей – 33%. Заиграла новыми красками. Во дворе дома 16 по улице 50 лет в ЛКСМ благоустроили детскую площадку. За кисти, грабли и лопаты взялись представители первичной организации «Общественное объединение Белорусского союза женщин» во главе с генеральным директором «Бобруйск Агромаша» Надеждой Лазаревич. Перед общежитием предприятия, в котором проживают 500 человек, сотрудники и их семьи покрасили ограждение и скамейки, побелили бордюры, заменили прусья. Здесь также высадили петуни и благоустроили песочницу. В последнее время очень много разных постов у нас на разных телеграм-каналах. Там не так, там не так, качели поломаны два месяца. У нас любят критиковать. Решили показать, что своим трудом тоже много можно сделать не только для себя, но и для своего любимого города. Поэтому мы своим примером призываем всех бобручан выйти в парки, во дворы и навести порядок. Дождевые облака и грозовые тучи. Погода не обрадует любителей погреться на солнце. Страну и город ждут все прелести осени. Порывистый ветер, осадки, молнии. Надолго ли тренд? Анастасия Шевцова. В стране сохранится прохладная погода, утверждают синоптики. Столбик термометра по-прежнему будет держаться на плюс 17,20. Ночью опустится до 6,12 тепла. Небо над страной затянут облака и даже грозовые тучи. Судя по всему, зонд в предстоящие сутки станет аксессуаром серии «Маст Хэв». Осадки прогнозируют во второй половине дня. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 метров в секунду. При порывах усилится до 14. Под утро синоптики обещают слабый туман. Землетрясение магнитудой почти 8 баллов произошло у берегов Аляски. Эпицентр располагался в 100 километрах от городка Перевиль. Отголоски подземных толчков зафиксировали в городе Анкоридж, расстояние до которого составляет порядка 800 километров. Позже власти США объявили об угрозе цунами для прибрежных районов в радиусе 300 километров от очага. Информация о разрушениях и пострадавших пока неизвестна. Туристы на пляже в Сочи сняли на видео водяной смерч. Воронка приблизилась к суше. Порывы ветра повредили пляжное оборудование. Никто не пострадал. Позже смерч распался. С вниманием к медицинским работникам и с благодарностью за непростой труд. В стране реализуются программы поддержки медиков, но есть здесь место и частному бизнесу. Белорусский застройщик предложил всем медицинским работникам выгоду в сумме до 20% при строительстве и приобретении жилья в новейшем жилом комплексе «Минск.Мир» в столице. Это отличная возможность переехать в столицу и обустроить свою жизнь в соответствии с современными стандартами. Как это работает в репортаже. Акция для медицинских работников началась 15 июля. Условия простые и понятные. Перечисляем. Скидка до 20% при покупке любой квартиры в многофункциональном комплексе «Минск.Мир». Воспользоваться этими условиями может каждый сотрудник системы здравоохранения. Потребуется условность, справка с места работы. Воспользоваться этой акцией могут все медики, неважно, в какой точке Беларуси вы живете. Специальная программа – это наша благодарность людям в белых халатах. Мы знаем, что многим из них пришлось в разгар пандемии изолироваться не от работы пациентов, а от собственных семей, чтобы не подвергать родных повышенному риску. Наша программа направлена на снижение стоимости квартир для медицинских работников вне зависимости от способов приобретения жилья. Будут ли это собственные средства, кредит или покупка в рассрочку, мы предоставим специальную скидку до 20% от стоимости квартиры в комплексе «Минск.Мир». Детально о жилье, которое предлагают. «Минск.Мир» строится по принципу города в городе. Это значит, что в районе будет все для комфортной жизни, в отличие от так называемых спальных районов. «Минск.Мир» претендует на звание нового центра города и, кстати, признан самым масштабным проектом в Европе. Здесь построят 7 современных школ и 12 детских садов, что решит очень важную социальную проблему. Рядом метро. Строительство на завершающей стадии. И через комплекс идет новая ветка. Здесь и новый городской парк, и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. И здесь новые рабочие места. Ведутся работы над довозведением Международного финансового центра. Да, он будет именно здесь, в центре комплекса. Построят также детскую и взрослую поликлиники, современный медцентр. Комплекс разбит на кварталы. Их связывают велодорожки. Внутри детские площадки, объекты сервиса, рестораны, кафе, магазины, автомобили за пределами кварталов. В паркинге, как этот, решат проблему машин во дворах. Строится комплекс быстрее плана, который предусматривает сдачу всех объектов в 2027 году. Например, квартал Эмиратс Люкс сдали раньше на полгода. А к концу нынешнего года будет сдано более 20 домов в четырех кварталах. Дома не унылые панельки, а монолитно-каркасные. Это современные требования комфорта. Свободная планировка, панорамное остекление, лобби вместо подъездов, скоростные бесшумные лифты, а в некоторых домах еще и панорамные. Сами квартиры на любой вкус. От небольших студий, от 28 квадратов до просторных апартаментов в 85. Такие есть в новых домах, где только стартовали продажи. Санкт-Петербург, Флоренция и Копенгаген. Их сдадут уже через год. А на старте продаж самые выгодные цены за квадрат. Акции не все, и они суммируются. Сейчас в комплексе «Минск.Мир» и большая летняя акция для всех. Это приятные цены до конца августа на определенные квартиры. Квартир много и рассрочка на срок до 10 лет. В том числе и без первого взноса, но только до конца лета. А в квартале «Северная Америка» еще и скидка 10%. Завершается эта акция в последний день июля. Кому-то интереснее в кредит. Беларусьбанк. Ставка по кредиту в первый год менее 4%. Второй, третий – 9 на 20 лет. Белорусский народный банк при оплате половины стоимости жилья предлагает 0,01% на первый год. Напомним, все акции имеют свойство заканчиваться. И вашу квартиру в это время может купить кто-то другой. Зачем ждать и гадать? Надо покупать. Это все из событий к этой минуте. Сразу после нас сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова